ну что пришло время ответить на вопросы на вопросы посмотрим посмотрим что тут вы пишете значит последний был два дня назад я как раз тут мотался по столицам с новыми проектами так константин морозов не могу найти ваши видео где где показывать что выходит из организма время голодания скиньте ссылку пожалуйста так когда я все это дело сделал полностью был было выложено видео некоторые лица сказали что ты тут нам какашки свои показываешь и прочее прочее поэтому я их удалил я удалил из-за того что некоторых это возмутило ответим да есть конечно фильм целиком на дивиде но это надо его записывать этим делом я больше не занимаюсь писать рассылать все я это все закончил и с книгами тоже так голод 40 дней это сергей шевцов тире в пути два дня назад охранить это ж надо жрать чтобы столько дерьма на есть не пробовали вместо голодания изменить питание но хотя бы на сырое перейти тогда и голодание не понадобится если что-то откладывается значит что то не так никто кушайте и становитесь похожим на сизифа то наедайте хлам то учищайте то наедайте это учищайте и думайте что живете не пробовали по осознанно не подходить к этому вопросу правда на сыром питании о правда на сыром питании очень серьезные настройки понадобятся нам на сыром 6 лет с голоданиями завязали читать дальше практически так пару-трех дней изредка для тонуса что я должен сказать ну перешли перешли я голодал не для того чтобы ну будем говорить то есть тут как бы высказать во время голодания выходит и в очищенном организме и не в очищенном организме там множество всякой ерунды выходит плюс если человек особенно заболел чем-то и выдержит вот длительно голод для того чтобы это вывести болячку там уже совсем идут другие вещи но так в принципе сергей шевцов сергей шевцов в принципе он прав что можно придерживаясь питания и в дело небольшие голодания значит содержать свой организм чистоте значит пишу вы правы но но если вы хотите от голода посвятить получить посвящение или развить какие-то еще другие особенности то увы питание питание тут это не даст но это уже такие сферы как бы сказать не лечебные не простые это то есть если голодание с целью излечения используется довольно таки часто голодание с целью посвящения она используется крайне и крайне резко мне хотелось и вот там кое-что познать что там дальше за гранью ладно так а звезда и браима два дня назад очень прошу помощи силы на исходе как начать практиковать уринотерапию на голод сил нет гастроды нет и боли и болит печень абстрактивный бронхит и сейчас уже есть сердце давление 51 год уринотерапию очень верю спасибо но что что касается уринотерапии азиза вы переходите на мой сайт малахов про там книга по уринотерапии берете читаете и применяете пожалуйста если это а так бы а так бы вообще силы на исходе надо просто напросто понимать почему силы на исходе где этот источник куда они утекают и работать с этим потому что мы надеемся там на уринотерапию еще на что-то а может когда можно обойтись и без этого для того чтобы выкарабываться из этого состояния и гастроудинит что-то и и сил нет и болит печень и бронхит то есть это говорит о том что организм зашлакован зашлакован это раз то есть это бронхит боли в печени печени справляются гастродаудинит желудок мы уже не хочет переваривать пищу болеть сердце устало качает давление давление это говорит о том что спазм то есть тут скорее всего произошло от эмоций от переживаний вы просто-напросто свой организм погасили у вас нету действительно энергии на то чтобы он начал нормально работать вам надо смотреть про то как я рассказываю вот как вызвать в своем организме радость для того чтобы поднять энергетику и за счет этого потихонечку начинать разгребать различные причины если этого не сделать а только урину хлебать толку будет мало ну по крайней мере я вам сказал где про урину почитать на моем сайте а так смотреть мои видео и радость радость так кто-то наверно ответил лариса миронова поняла ответить посвящается тем кто будет голодать я так видел я ул день назад дай бог вам геннадий здравия защита от всех вражин вы помолодели будто в сказке спасибо за все и всех благ но этот голод 40 дней был это голоду 40 дней когда мне когда был двухтысячный год поэтому поэтому вы просто когда смотрите видео оно сделано в разное время вот данный момент я вот вот такой вот как вот сейчас вижу значит помолодел так помолодела нет значит каким был таким остался так опять слава интернете хоть здесь вы нашлись и это лучше чем ты вы вас любят миллионы не слушайте умников от ума спасибо я сугубо лично здесь действительно выскак высказываю такие вещи которые редко где-либо можно услышать прочитать так опыт десятилетний десятилетний эксплуатации лексуса значит хасан батя пишет подорожник подкладывать к машине на что опыт десятилетний это наверное оставлю а вот там допустим по расходу бензина я наверно это видео удалю слишком много негатива народ конечно далекий от всех норм морали так голод 40 дней это был сухой голод или голод с приемом воды если с водой то сколько когда фарит ах ответить кстати этот голод описал свои книги записки голодающего часть первая часть 2 часть 3 часть 1 как раз описал этот голод это голод классический на воде что пишем на воде да и там сказано что на воде на 40 суток без воды без воды и самое больше выдерживал 7 суток и потом еще 8 суток так наталья колесник вегетарианство день назад я 7 лет вегетарианкой кто меня может убедить что труп имеет полезные элементы и вегетарианка по этическим нормам человека ответит ну пожалуйста 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 я же не говорю что вегетарианство это плохо там я как раз указываю что вегетарианство 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 значит ваше мнение что вегетарианство и сыроедение это те вещи которые требуют первое всего это дисциплины к самому себе и совершенно иной организации я даже сказал не только питание но вообще всей жизни потому что рядом у нас мясоеды и прочее прочее опять наталья обидно что парни такие зашлакованные стали плачущие от нехватки куска трупа в животе они же там разлагаются фун ну я бы не сказал что это что то там разлагается а это переваривается тем не менее если бы разлагалось значит уже давно померли бы практика так еще опять наталья можно вопрос мы же мы же хищников не едим это тоже мясо почему люди едят мясо может это просто бизнес на нашем здоровье потом на нашем лечении на все может быть но тем не менее допустим корейцы едят собак и хищники едят там хищников то есть вот они там забили того же там леопарда там леву гиену и он ее может съесть это так рассуждение хищников не едим поэтому это все это все просто-напросто рассуждение и так и сяк еще разок повторю мне очень понравился караваев который сказал не надо быть там львом и травоядным вот есть клетка вот она клетка вокруг нее среда это среда должна быть идеально для того чтобы клетки нашего организма получали то что им надо создадите вы это тем питанием или другим питанием или еще каким можно сказать даже не важно главное чтобы вы его создали все я лично вот вот так вот согласен с ним а там чем вы создадите это уже вторые вопросы все